Офицер армии обороны Израиля, военные эксперты, автор телеграм-канала Ресентимент, Игорь Левин с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте, Игорь. Ну что, начнем, наверное, с ситуации в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня поступали, как мы говорили несколько минут назад, поступали разные оттуда сведения. То ли все-таки трасса перерезана, то ли она не перерезана и по ней продолжается движение, и оно возможно, возможно, эти коммуникации. Что там происходит? Вы можете объяснить. Да, тут два момента. Первым моментом идут бои. То есть, если она физически не перерезана, то есть такое понятие, как огневой контроль. То есть, если враг находит в километры, в двух, в трех от нее, он может воздействовать. Ну, естественно, если у вас легкая техника едет, то ее просто уничтожат. Так что, это не имеет значения, перерезана или нет. Там идут бои. То есть, это боевой участок, где идут сейчас тяжелые бои. Это первое, что нужно знать. Второе, что нужно знать, даже если эта трасса под огневым контролем или она перерезана, это все равно не окружение Лисичанское или Северодонецкое. Так как от Бахмута есть еще вторая трасса, которая идет через Северск, город. И как раз возле той Белогоровки, упомянутой, которая уже роминалась, точнее, много раз в СМИ, в связи с разгромом группировки России, военных сил, которая пыталась форсировать реку. Вот. И по этой второй трассе может происходить сообщение, продолжать. Поэтому, как бы про эту трассу ни говорили, сейчас в СМИ не вбрасывали, это не означает окружение украинских сил. А что это означает? То есть, вот ваше, может быть, экспертное мнение, на что рассчитывает Россия? К чему она сейчас стремится именно на этом отрезке? Нет, Россия, конечно же, старается окружить силы Украины как раз в Северодонецке и Лисичанске. Вот. Который упомянул уже попытку форсирования реки у Белогоровки. Если бы она удалась, если бы Россия тогда смогла форсировать, они большими силами пытались форсировать сотни военной техники, ну и так далее. Она бы могла очень быстро выйти как раз к этой второй трассе, про которую я упомянул. Плюс вот она подходит к трассе как раз Бахмут-Лисичанск, про которую сейчас говорят. И тогда, да, у нас получается фактически такое вот, да, окружение. Но у них это не получилось. Они были разгромлены. Сохранилась вторая трасса. И поэтому окружения нет. Но ситуация тяжелая. И отвечая на ваш вопрос, что сейчас происходит, как я уже сказал в самом начале, бои, очень тяжелые бои. Речь идет о десятках тысяч человек, если со всех сторон смотреть. Речь идет о огромном количестве техники. И Россия сейчас как раз попас на вот это направление, где-то трасса, бросила туда все свои силы, которые у нее есть. То есть мы видим, что там у них есть точка приложения силы, то что называется. Там все от регуляров до боевиков, до наемников, ну практически все силы. Но тоже нужно понимать, что и Украина в том числе перебрасывает свои силы, свои резервы, контратакует, изматывает врага. То есть, как я уже сказал, это все называется бой, битва. Игорь, скажите, давайте так поставим вопрос. Есть ли у Украины шанс удержать вот эту вот группировку, избежать все-таки окружения? Потому что если рассматривать ситуацию в динамике, то все-таки надо констатировать, что россияне как-то продвигаются, хоть и очень медленно, но все-таки они продвигаются. И вот этот зазор между двумя северной и южной частями вот этой маленькой такой клешни, да, они сжимаются постепенно или нет? Да, действительно, продвижение у них есть, очень медленно, черепашины с шагами, но оно действительно есть. Но я напомню, между тем, точно такое же продвижение у них было на изюмском направлении. Оно было важным. То есть, изюмское направление, оно должно было создать огромные клещи. То есть, пойти на юг Украины, сомкнуться как раз с группировками, которые идут с юга, или должны были идти с юга, вот, и фактически так окружить Крым-Торск со Славянском и так далее. Вот, мы видим, что уже несколько недель, как под изюмом, никаких продвижений нет. Там, фактически, месяц уже идет борьба за одно несчастное село, долгенькое, которое переходит то в руки России, то в руки украинских защитников обратно. То есть, там, в конечном итоге, да, тоже ВСР продвигались, но их остановили. Нет ни одной причины, почему точно такая же участь их не может ждать на этом направлении. Да, они сейчас двигаются из попастных, но украинцы их уничтожают, украинцы их изматывают. Все-таки они не бесконечны, они не бесконечны, и я допускаю, это вполне вероятно, что так же, как их разгромили на Севере, где Северский Донецк, РАИК пытались форсировать, так же их могут разгромить и уже громят здесь, на как раз вот вблизи трассы Бахмут-Лисичанск. Опять же, всегда, когда мы такие СМИ рассматриваем, часто из-за того, что, особенно если это СМИ, конечно же, проукраинские, они не озвучивают положение украинских сил. Зрителю поэтам, читателю, который интересуется, ему не совсем понятно тогда происходящее. То есть ему кажется, что только вот есть ВСРФ, только вот русские, вот они прут, и все, а украинцев как будто не существует. Потому что их на карте не рисуют, и это хорошо, что ли там не рисуют. И куда там резервы, контратаки, и тоже хорошо, что они говорят, им нужно понимать, что они есть. И это не полтора человека. И плюс оружие составляют и так далее. Это вот первый момент очень важный. Второй момент очень важный, конкретно в этом кейсе. Это то, что когда у вас война маневренная, это не значит, что движение только в одну сторону происходит. То есть вы можете где-то тактически отступить, и потом ударить, наступать в другой точке, обойти, впустить врага. То есть мы не знаем, какой есть военный замысел командования. То есть командование операций обеденных сил, командование вообще генштаба Украины. Возможно, то есть сейчас, смотрите, я сейчас то, что я скажу, это не инсайт, это просто предположение, но реально, на основе военной логики. Возможно, есть военный замысел впустить врага внутрь до трассы, тем самым, кстати, создавая ему иллюзию успеха, ну, что он получается, он побеждает, вот, и там создать огневой мешок, чтобы максимально его уничтожить. Это вполне логично, в рамках, опять же, военной логики, военного искусства. То есть мы, если это так, если мы допускаем, что это так, то происходящее, это не провалы Украины, а, наоборот, провалы России. И они заходят в ловушку. Опять же, мы не знаем, какой, я не знаю, мы не знаем. Ну, так и должно быть, что мы не знаем военного замысла. Да, 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 именно, но я просто пытаюсь зрителям, вот тем, кто нас слушает, и кто человек не военный, объяснить, что если где-то украинцы отошли, или где-то россияне прошли, это не значит, что, наверное, черно-бело, россияне победили, а украинцы проиграли. Это может быть часть военного замысла. Потому что, как происходит, вот, ну, оборона, когда у нас оборона динамичная, ну, вот, у нас как, израильское радио, правильно? Да, да. Да, ивритийский термин, да, военный термин, да, в армии обороны Израиля, что это хашмада, то есть зона уничтожения. Вот, на русском языке это, вот, можно более близко перевести, как огневой мешок, но это не совсем оно, потому что огневой мешок, ну, в военном искусстве, на русском языке, если мы говорим, подразумевает, что вы туда, вот, делаете все, чтобы враг туда прибыл, в это место, и уничтожаете вот там. Теперь зона уничтожения, то, что называется на иврите, это немножко шире, чем огневой мешок. То есть вы создаете вообще все условия, включая географические, включая, ну, вообще все, что есть, все килим, то есть все инструменты, которые у вас есть, для того, чтобы враг попал туда, у него не было, ну, даже близкое ощущение, что он находится в западне, и дальше вы работаете по нему абсолютно всеми видами вооружения, от авиации, артиллерия, минометы, пулеметы, гранатометы, мины, засады, силы специальных операций, вообще все, то есть вы концентрируете все свои усилия. Вот именно это мы видим уже постфактум, как раз в Северском Донце, то есть при его форсировании украинские разведчики с саперами определили место, где они будут форсировать реку, там была сложная операция, они определили это место, и дальше был нанесен там огневой удар вообще всем, что только было в Украине, включая авиацию, которой как бы нет. Вот, включая украинскую авиацию, которая нанесла удары по этим понтонным переправам. Ну, вы наверняка видели эти кадры разгрома на реке. Так да, это и артиллерия, и минометы, и все, и даже авиация. То есть были использованы все силы. Возможно, вот здесь, как у нас под Попасной, и на этой трассе, про которую сейчас в СМИ много говорят, это не просто украинцы ведут себя как-то пассивно, есть какой-то военный замысел. Просто об этом нужно помнить. Пока битва не закончилась, не нужно посыпать голову пеплом, и не нужно никого хоронить, и не нужно говорить... Делать поспешных выводов, да. Да, поспешных выводов, и самое главное, не использовать термины, которые очень хочет российская пропаганда, чтобы использовали такие, как, например, котел и окружение, когда еще нет ни котла, ни окружения. То есть, потому что мы так можем сказать вообще про любой участок. То есть на любом участке можно пойти в наступление и создать там котел, как бы. Вот. Ситуация тяжелая, да. Пойди тяжелые, да. Десятки тысяч людей, сотни техники, да. Котел, нет. Да, ну, вот такое вот несколько паническое ощущение, оно может возникать, в том числе из-за того, что мы вот, ну, все военные эксперты, обозреватели каждый день вот обсуждают то, что Россия бросает последние резервы, про то, что там мобилизуют неопытных в ДНР, ЛНР, и с винтовками Мосина они там, значит, их бросают в бой и так далее. И, соответственно, возникает такое низко ложное ощущение, что, ну, там уже, ну, из последних сил, в общем, почти уже некому и воевать, да. При этом мы вот, Зеленский говорит, что в районе, как раз, Северодонецк и Лисичанск, соотношение сил в вооружении 1 к 20 в пользу в пользу россиян. И возникает вопрос, вот вроде бы западное оружие уже идет в каких-то объемах, да, мы видим, что есть гаубицы, есть БТР, и даже есть танки там из стран Восточной Европы. Я не знаю, подошли ли они уже на фронт или нет, но, как бы, какие-то поставки есть, вертолеты, да, поступают. И при этом вот такое соотношение 1 к 20. Получается, что вот это поступающее вооружение, оно пока еще существенным образом не влияет на ситуацию на фронте? Нет, оно, несомненно, влияет. Давайте посмотрим на это так. Если бы это вооружение не поступало, как бы тогда была картина. Кстати, вы упомянули западных аналитиков, они пророчили, что на сегодняшний день, у нас сегодня 25 мая, да, так вот, на сегодняшний день как раз изюмская группировка должна была выйти как раз к Славянску, туда, к пригороду фактически. Не взять, не окружить, но подойти к нему. Это случилось? Нет. Военные аналитики оказались неправы. Вот, они оказались, их прогнозы оказались неверны. Поэтому, возможно, их как раз анализ был построен на том, что было бы, если бы не доехали гаубицы, скажем, Цезарь, или М-37, например, и так далее. Но, опять же, это все просто будут разные разговоры, потому что, если бы, а к бы, как бы, в таком стиле. То есть, мы имеем то, что мы имеем сейчас, на данный момент. Нет, Игорь, можно я уточню вопрос? Вот, смотрите, например, многие говорили, что вот это вот, вторая фаза войны, вот это наступление на Донбассе, которое началось, если я не ошибаюсь, 4 апреля, что оно может продолжаться, ну, две недели, ну, максимум, три недели, оно уже продолжается, по-моему, шесть недель, или семь, и вот оно никак не может остановиться, несмотря на то, что вроде бы очень ограниченные резервы у России, оно уже там снимает Т-62 с хранения, то есть, а оно все продолжается и продолжается. И сегодня уже даже пишут, что это осознанное затягивание войны, то есть, что противоречит вообще-то... Нет, то, что война затягивается осознанно, это понятно, это отдельная тема, насчет вот сроков. Речь шла о большом окружении, то есть, речь как раз шла о изюмском направлении, мы видим, что оно остановилось. Действительно, две недели они под изюмом наступали и остановились. То есть, речь шла об этом. То есть, нужно понять, что все-таки масштабы вот сейчас, таких вот окружений, попыток выйти, они ничтожны в фоне их изначальных планов. Даже если мы отметаем в сторону захвата Украины и Киев, допустим, отметаем, а говорим только про Донбасс, это же наступление на юге, где гуляйпольское направление и, естественно, вот изюмское направление. И просто так, под изюмом была огромнейшая группировка, но она до сих пор там не маленькая. Но в итоге, когда увидели, что под изюмом они остановились, их просто изматывают и не дают двигаться вперед, или это происходит просто огромными потерями, они из изюма перекинули как раз на опасную силу. То есть, опасные сейчас силы, которые до этого были в том числе и под изюмом. И это не вторая фаза, это уже третья фаза. Первая фаза это попытка Киева захватить, она провалилась. Вторая фаза это окружение всей группировки на Донбассе через изюм и юг, она провалилась. Сейчас у них третья как раз попытка, это опасная и маленькие котлы, хоть какие-то успехи. То есть, если они смогут там Северодонецк или Сейчанский захватить, они скажут, что вот допустим так называемый ЛНР вся освобождена там и так далее, вот в кавычках. То есть, на фоне того, что их планы настолько ограничились, уменьшились, из этого делают вывод, что это фактически их последняя попытка. Потому что, если бы силы бы еще были, то зачем вы свои планы понижаете до такого как бы микроуровня. То есть, как-то так. Ну, то есть, это ва-банк. Они оказались верными. Действительно, потому что крупное наступление в Донбассе, оно остановилось, действительно. То есть, это ситуация ва-банка. Они бросают все силы, да, и тогда возникает вопрос. Ну, вот, насколько сейчас этих сил хватит? То есть, этот же наступательный потенциал, он ограничен, он должен закончиться. Вот в какой момент можно ожидать наступления вот этой оперативной паузы, о которой все говорят? Любое разделение военное и их прочности через 30 дней. А теперь мы не знаем, ну, понятное дело, что там в Попасной есть частые, которые воевали изначально, их били, разбивали, в Попасной очень долго брали. Теперь свежие силы, которые перебросаны, мы не знаем их количество. Ну, предположим, можем как бы гадать, гадать цифры, но если вся эта вот, вся эта битва, как я упоминал, она будет длиться вот несколько недель, то дальше мы подходим под прочности. Нужно проводить ротацию, надо кем-то их заменять. кем-то мобилизованными за родло, как бы, ну, это смешно. Вот, то есть, да, это действительно последняя попытка, она во многом, я уверен, связана с тем, что они просто, у них нет выбора, грубо говоря. У них просто нет выбора, причем они пытаются все-таки как-то быть креативными, то есть не совершать свои старые ошибки. Ведь можно обратить внимание, что когда они с Попасной двигаются, перерезая трассу, они же не на Бухнут пошли, не на город. Они понимают, что силы брать в Задь Бухнут у них нет. Они могут к нему подойти, но взять его у них сил нет. Как и нет сил у них взять в лоб ни Лисичанск, ни Северодонецк, ну, то есть, опять же, эти города как-то так хоронят быстро, но если говорить только про Лисичанск, как бы он на высоте, там река, это нужно очень большие силы, чтобы такой город взять. А я напомню, что он до сих пор не окружен. Даже если мы упоминаем тяжелую ситуацию на одной из трасс, есть вторая трасса. А то, что там взорванные мосты между этим городами, это серьезная проблема? Ну, ну, как бы, когда мост взорван, это всегда проблема. я имею в виду, что из севера Донецка, скажем так, отойти в Лисичанск через реку украинские войска смогут? Ну, типа, этим там, которые взорвались, очевидно, что нет, но это же не единственный путь, на самом деле. Ну, просто мы не будем созвучивать, какие есть возможности. Но, опять же, не нужно хранить эти группировки. Это не маленькие, это не какие-то маленькие отряды войск Украины там находятся в Лисичанске и Северодонецке. Плюс, смотрите, еще тут очень важный момент. Мы видим, что за всю войну не было ни одного котла. Попытки такие были. И, например, вывод войск с Владарска, город же фактически был без боя, его отдали. Почему? Как раз, чтобы не было котла. То есть, там была угроза окружения. То есть, украинское командование очень мудро поступает, они сохраняют силы. Потому что, как контратак это будет, все земли возвращаются, будут обратно. У нас нет логики выжженной земли и стоять до последнего. Пусть там погибнут эти сто или двести солдат, там это рота или полбатальона, но они там поубивают людей. А почему допустили, ну ведь Азов-сталь это котел? Нет, не котел, это что-то город блокировали. Котел все-таки, когда у вас есть, ну, фронт и силы, как бы, клещнями, прорывают фронта. Здесь все-таки речь идет о юге, который был фактически сдан без боя. Ну, это отдельная тема, огромный там, вопрос предательства и всякого такого. Вот, ее вообще отдельно как бы затрагивать. И фактически без боя просто как маршевыми колоннами подошли к Мариуполе и блокировали его. То есть, это не котел, просто город был блокировал, да, осужденный город. Блокада, это скорее блокада. Да, блокада. хотел все-таки, это речь идет, когда мы какие-то регулярные части на линии фронта, ну, где у нас линейная идет война. А все-таки, ну, если коротко, это все-таки было результатом ошибки? Нельзя было оставлять там гарнизон? Надо было выводить его? Или это было правильное решение? Нет, это не было ошибкой. Ну, мое мнение, что это не была ошибка. То, что гарнизон остался, и был приказ оборонять город, до последнего, фактически, вот, пока не был договор о выводе войск, оттуда из Азов-Сталли, я считаю, это не была ошибка. А как вы считаете, а вот то, что после, ну, как мы говорим, эвакуации, да, защитников Азов-Сталли на территорию ДНР, не произошло, сразу же не произошел обмен, это говорит о том, что Россия нарушила договоренность, или такие договоренности и были, что их надо оставить в живых, а там разберемся и будем разговаривать позже. Понятно, что точно мы не знаем, этого у нас нет, такой информации, но вот, какова ваша оценка, как вы считаете? Да, вы правильно отметили, что мы не знаем, но есть что-то, о чем мы можем, ну, говорить максимально, ну, с максимальной уверенностью, то, что какие-то гарантии дали, потому что ни командир полка Азов, ни многие другие не сдавались бы без гарантий, и не выходили бы без гарантий, то есть какие-то гарантии были. Мы знаем, что сейчас в тех вот лагерях содержания, где их содержат, там, в том числе, за ними присматривают ООН и Красный Крест, ООН и Красный Крест, по последним сообщениям, которые были. То есть какие-то гарантии были, какие не озвучиваются, потому что это не озвучила ни Украина, и ни Россия, ну, Россия максимально, конечно, все подавала, там сдались, сдача в плен, нацисты, будем судить, всякое такое и так далее. Ну и Украина, тоже говорили, что спецоперация по эвакуации и так далее. Я уверен, опять же, на 90%, что им дали гарантии. И когда главнокомандующие, верховный командующий связались с командиром полка Азов, вот, в том числе, эти гарантии были озвучены. И, видимо, они были действительно очень серьезные, как раз они согласились на выход из крепости. Ну, а как можно говорить о гарантиях каких-то, когда мы говорим о Путине, которые, в общем, любое свое слово может нарушить? Несомненно, но тут нужно просто все-таки влезть в их калоши. То есть, у нас есть шанс, не стопроцентный, конечно, но шанс оставить людей в живых или оставить вот эту там, ну, опять же, Россия озвучила в цифрах две с половиной тысячи, никто не считал, ну, допустим, тысячу и больше человек в подземелье, где просто, в конечном итоге, Россия заблокировала бы все входа-выходы, ну, потихонечку все-таки находили, их могли заблокировать, заблокировали, а потом просто там припустить газ или просто люди умерли там от голода или от обезвоживания. То есть, ну, это не большой выбор, у вас нет, как бы, тут большого выбора. То есть, у вас есть и шанс, и возможность все-таки выжить, и у вас, с другой стороны, неминуемая гибель в подземелье, как бы, в потемках. Даже если есть вероятность, что придадут, кинут, как это делают Путин и Россия, но все-таки тут хотя бы какой-то шанс есть, а там шансов вообще не оставалось. Какова ситуация в Харьковской области сейчас? То есть, вот некоторое время назад была информация о том, что украинцы там продвигаются и приближаются к Волчанску и могут перерезать пути снабжения группировки в Изюме. Как сейчас там обстоят дела? Да, была контратака в Урсле, в некоторых тоже участках границы с Россией, где не в Урсле, там отбросили врага максимально к ней, то есть от Харькова. Россия контратаковала, были попытки у них, они не увенчались большими успехами в этих контратаке, обстреливала, в том числе, населенные пункты, уже освобожденные, Харьков опять обстреливала. Меньше интенсивность, то есть отбрасывают от города, его не все системами не могут достать прямо сейчас до Харькова. Когда-то это у них было просто легко, то есть любой РЗСО, любую там гаубицу, которую вы ставите, легко можете стрелять по центру города и куда угодно. Вот. И сейчас, да, фронт там остановился. Волчанск не был освобожден, но украинские войска как раз подошли на то расстояние, где могут опять же контролировать эту логистическую линию, артерию, с помощью артиллерии и ядронов, камикадзе, которые, кстати, были уже официально использованы. РЗСО Украины опубликовало видео использования свитчбл и ядронов, камикадзе. Так вот, то, что изюмская группировка остановила все наступление, это связано в том числе с контрнаступлением как раз под Харьковом. То есть прямая связь. Вот давайте, кстати, как раз перейдем к этой теме. Это, скорее всего, будет еще одной фазой войны, если так произойдет. Это контрнаступление вооруженных сил Украины. Как оно может выглядеть? Ну, как он выглядит, то есть, ну, как и любое наступление. То есть, у нас любая армия, пусть там хоть израильская, хоть северокорейская, не важно, все-таки искусство войны, оно едино. То есть, у вас есть возможность проводить или вообще войсковые операции классические, вам нужно, чтобы у вас было превосходство первых в силах, в три, а лучше больше, на самом деле. И дальше, это классика, вот упомянуты уже клешни, охваты, окружения, прорыв фронта, конечно же, фронт прорывает с помощью тяжелой бронетехники, артиллерийской подготовки, гневой вал и так далее. Это все сложно, потому что требует огромной координации и связь, и координация, вот это вот главная хиллесовая пита в таких операциях огромных. И это потеря, то есть, нужно то есть, психологически настроиться и подготовить и население, и состав, потому что потери будут. невозможно наступать, не имея потерь. Вот, это первый вариант. Второй вариант, это использовать современное высокотехнологичное оружие, те же дроны Камиказы, про которые я уже упомянул, не стучно, а в большем количестве. И максимально стараться дезорганизовать силы врага. Что это значит? Системы коммуникации, штабы, командиры, логистика, конечно же, связь, ну, коммуникация, я бы сказал. Все, поэтому наносят удар не по солдатам, не по бойцам, не по частям, не по каким-то танкам конкретным и так далее, а по всему тому, что обеспечивает жизнь военному организму. Когда это все уничтожено, то дальше просто это масса людей, железо, и дальше вы уже начинаете общевойсковую операцию, наступаете, охватываете, громите, это уже легко делать, и потери тоже будут, все равно всегда наступление, это всегда потери, это уже нужно понимать, но их будет меньше, намного меньше, и враги быстрее его будут, будут его всего разбивать и приводить его или к сдаче, или к отступлению, то есть, когда у вас есть какой-то там батальон, батальон тактической группы, который вот так вот дезорганизован, то она или отступает в бежи, или просто сдается в плен. Вот оружие, которое с запада отступает, не в те количество, которых хотелось бы, хотелось бы больше, на самом деле, но подступает немало, приход в подготовку, украинские защитники проход в подготовку в том числе на западе, опять же, М-37 и Гаубицы, например, там же в Германии проходили обучение, украинские артиллеристы, ну, например, тоже в том числе, и вот это все оружие, оно как раз нужно для того, чтобы перейти в контрнаступление, Украина создает новый час, регулярные части, резервы, это все есть у Украины, все это существует, просто это все нужно подготовить, нужно максимально этим всем оружием насытить эти войска, и только после этого нужно говорить о контрнаступлении, плюс нужно максимально измотать ВСРФ, то есть посмотреть, когда у них действительно будет окончательно запас прочности закончиться, опять же, прогнозируют, говорят, что вот это их последняя попытка, вот эта попытка как раз попасная, где и трасса, попытка кружить, это последняя попытка, что после этого окончательно они выдохнутся, но посмотрим, насколько это правда, насколько у них там нет кроликов где-нибудь в рукаве, которые могут достать, какие-нибудь тузы, вот, посмотрим, насколько это действительно так будет, но так или иначе, вот это вот, грубо говоря, спайка лучшего вот рецепта для наступления для Украины, это дожидаться окончательного изматывания врага, когда он будет измотан и захлебываться окончательно уже на всех участках, а не только там на каких-то конкретных, и во-вторых, будут насыщенные резервы, как раз западным оружием, будут подготовлены кадры, персонал, операторы, ну и бойцы, и уже переходить в контрнаступление. Ну вот сейчас по оценкам военных аналитиков, на стороне, значит, со стороны России в этой войне участвуют около 150 тысяч человек, около 150 тысяч солдат, то есть превосходство должно быть, вы сказали, во сколько раз у наступающих украинцев для того, чтобы начать наступление? В трем. В трем, в три, то есть где-то 450 тысяч должно быть готово к наступательным действиям. Ну, в принципе, вот то, что говорится сейчас, называется цифра 700 тысяч, и возможно, даже до миллиона может быть доведены вооруженные силы Украины. То есть этого, в принципе, достаточно. Но вопрос возникает тогда такой, а как наступать, если нет хотя бы паритета в небе, в авиа? Ведь без паритета в авиации это весьма может быть, ну, много может быть потенок. Да, это хороший вопрос. Он был бы релевантен, если бы Россия доминировала все-таки. Они очень, как это сказать, на русском языке, ну, скромно себя ведут. То есть они ведут себя очень скромно, очень скромно. Это большой шок, кстати, для тех же западных аналитиков, все. Кстати, Тон Купер про это писал, известные, хорошо известные западные аналитики, и не только он, что для всех большой шок такая вот инфантильность российской авиации ВКС. А с чем это связано? Может быть, с тем, что просто они в первую... У меня есть это положение, всего лишь, я его уже озвучил без интервью, могу еще раз повторить. Есть такое понятие, в первой войне про него говорили, это скрытое дезертирство. Вот. Скрытое дезертирство это когда у вас нет желания воевать по той или иной причине. Это, можно разобрать, почему у граждан РФ, солдат, летчиков и так далее нет желания воевать. Так вот, у вас нет желания воевать, но если вы простой солдат, то дезертирство это просто убежать, ну, в лес. И вас легко поймать. То есть, вам сказали наступать, а вы не наступали, вы убежали, ну, вы дезертир, вас поймали и отдали по трибуналу. Теперь, если вы танкист, у вас намного легче отказаться наступать. Вы можете где-то там сломать какую-то деталь и сказать, что вот она была сломана, вы только танк получили. И все, танк не может ехать. То есть, есть куча способов иди докажи, что они его сами поломали. То же самое есть у артиллеристов. Если артиллеристы решили, что вот они не хотят убивать людей по иной причине, вот они искренне считают, что это вот ошибка, но они не хотят попасть по трибуналу, они могут просто другие координаты вносить, вносить удар. Потому что о координатах, которые вот говорят артиллеристам, точнее локацию точно, об этом знает только командир батареи. Простые артиллеристы не знают. То есть, им просто дают как бы какие-то цифры. И вот командир нужно которые будут нерелевантными и будут куда-то в лес падать снаряды. Чтобы у него была чистая совесть, что он никого не убил. Тоже как бы никак не докажешь этого. Если ты прямо не стоял у него там за спиной и не смотрел, какие цифры он записывал. Вот. И дальше, например, у флота, у подводников и у летчиков огромный список возможностей для скрытого дезертирства. Вы, будучи летчиком, допустим, вы боитесь, что вас собьют. Вы не летите на боевое задание. Вы заходите в такую вот боевую зону, сбрасываете бомбы где-то над лесом и возвращаетесь обратно. Потом, когда вас спрашивают, а почему вы сбросили их над лесом, эти бомбы, вы говорите, там была огромная плотность из РК по из РК, я не смог просто пробиться. И как, кто докажет? Как это проверят? Вот. Никак не докажет, никак не проверят. Если вообще будут спрашивать, куда именно ты сбросил эти бомбы, узнавай. Там же, опять же, летчик бомбит координаты, ему дают цифры, координаты. Он может даже прилететь примерно на эти координаты, но просто сбросить их вслепую. Они же бомбят фабами, ну, в основном. Это просто фугасные бомбы, которые кидаются по этим координатам. Это, кстати, объясняет, в том числе, что почему иногда у них эти бомбы падают вообще непонятно куда. На дома, на... Ну, это не бомба была, ракета, но вот в Одессе сортиру разбомбили. То есть буквально ракета влетела, как бы, в сортиру, как разнесла там. Много мемов было, правда, много смеялись. Да, биолаборатория. Так вот, если возвращаясь к летчикам, возвращаясь к летчикам, возможно, это объясняется тем, что просто бомбы в том же Чернигове не только просто падали на дома. Потому что, возможно, этому летчику было задание бомбить под Киевом какие-то объекты, потому что Киевом было в Украине мощное ЗРК. Он знал, что там сбивали самолет, он знал, что его товарищи сбили. То есть вчера с ним были вот товарищи летчики, они не вернулись. Ну, ему вообще непонятно, зачем эта война, непонятно что, непонятно куда, зачем погибать, зачем где-то там сгореть. Поэтому он, не долетая до Киева, сбрасывал бомбы просто на жилые дома, где-то на Чернигове возвращался и говорил, или что он там скинул эти бомбы, или что он не смог, потому что было очень плотно вот ЗРК, да, и так далее. Вот. Это называется скрытное дезертирство, и я допускаю, что действительно авиация России, летчики, они себя так ведут. На этом указывают разные моменты, опять же, до этих бомбежек сортиров и бомбежек домов, до того, что, например, под Попасной избили вот самолет Су-25 ЧВК, то есть, где был летчик, был этим, ну, отставной генерал. А? Отставной генерал. Отставной, да, 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 ветеран, то есть, он давно там ушел, но он не действующий, то есть, как бы, это вот самолет ЧВК, как бы, и тот факт, что начали использовать наюльников авиации, тоже на это указывают, что, видимо, нет мотивации, нет желания, не хотят не лететь, не хотят погибать. Плюс на это указывает еще момент, что, это не летчики, это вертолетчики, они атакуют скабрирование, то, что называется, то есть, они пытаются не входить в зону, где их могут поразить, с помощью ПЗРК, то есть, они задирают нос и, по сути, как такое воздушное РССО, просто выпускают нары, ну, неуправляемые ракеты. Вот это там летят и, может быть, попадут, может быть, не попадут, попадут, фактически вертолеты превращаются в летающие РССО, как бы, такое одноразовое, то есть, один раз пульнуло и улетел обратно на базу. Вот, то есть, вот эти все вещи вместе, сумерно, то есть, бомбежки туалетов, наемники и летчики, все эти кабрирования и так далее, указывают на то, что нет большой мотивации действительно бороться за господство в воздухе, залетать вглубь, контролировать пространство, неся, конечно же, потери и так далее. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, как наступать, когда вот у врага есть господство в воздухе, у него нет господства в воздухе. Да, у него есть преимущества, у него Польша. Тем не менее, вот имеющейся у Украины авиации достаточно для того, чтобы разворачивать полномасштабную наступательную операцию? Давайте посмотрим по факту. понтоны с переправой разгромили, целый БТГ был уничтожен, включая авиация, она была задействована. Действовать по всем, по всей линии фронта, по всем боевым участкам нет, ну, просто количественно нет. Но где-то концентрируя, все-таки контрнаступление-то как? Это вы не будете, как в Первом мировой, там, просто фронтарм не наступать. У вас выбираются участки, на часть участков создается ложное наступление, то есть отвлекающее давление такое, просто сковывать силы врага, создавать ему иллюзию, что там будет наступление. И выбирается одна точка приложения силы, там, где будет основной ваш удар. И вот как раз где-то точка приложения силы, вот там немного авиации, при Украине есть, ну, просто, опять же, цифры с потолка, допустим, 10 штурмовиков, 15 бомбардировщиков и там пару истребителей, которые можно тоже бомбы подвесить. Вы концентрированно именно на этом участке используете, а не распыляете их по всему фронту. И тогда, да, тогда вполне может хватить, тем более, сейчас стало известно, наконец-то, сказали уже официально, что Су-25 были переданы Украине. Не названо количество. Может быть, два самолета, может быть, 20. Да, я сегодня тоже видел эту информацию. Ну вот, Игорь, скажите, шеф украинской полиции, прошу прощения, украинской разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что к концу года ВСУ уже будут в Крыму. Как вы считаете, это реалистичный прогноз? Я, на самом деле, скажу пару слов про самую разведку Украины. То есть, они доказали, свою компетентность с тем, что они озвучили фактически время начала войны и направления основные и так далее. То есть, это фактически главное, для чего существует вообще разведка. То есть, разведка существует, чтобы предупредить о таких вещах. То есть, можно в какой-то той или иной степени, ну, большой, говорить о том, что они все-таки компетентны. Теперь, насчет Крыма и так далее. Ну, все зависит от наступления, контрнаступления, сколько он будет успешно развиваться. Просто, почему нужно исключать такие вероятности? Зеленский официально заявил, когда-то, ну, вчера, и не помнили, сегодня, что это же не просто выходы к границе 24-го числа, это и возвращение в том числе Донбасса и Крыма. Это же не на Западе, кстати, то, что это и Подоляка говорил, и тот же Буданов говорил об этом. то есть война закончится, это два аспекта. Первый, разгром ВСРФ на земле, второе, особо глиняем всех территорий, выход ко всем границам Украины, которые были как раз на момент 2013-го года, 2013-го. Украине чужого не надо, вот, свое она заберет. Поэтому, если мы рассматриваем ситуацию, что вот с помощью удачного контрнаступления на юге окружается Херсон, форсируется река, Херсон не будет в лоб, это очевидно, его окружат и потребуют капитуляции от российских войск. Так вот, там же степи, там открытое пространство, не за что цепляться. Вот, все, что у вас от Херсона идет к Крыму, это просто как лист бумаги. И там войска России негде будут цепляться просто. Что мешает действительно подойти Крыму и входить в Крым? Ну, просто опять рассмотрим, что мешает. Даже дипломатически ничего не мешает, потому что весь мир признает даже союзники России. В том числе признают Крым частью территории Украины. Ну, там же есть и артиллерия, система залпового огня, они могут просто... Любое, я уже про это говорил, да, контрнаступление, даже если оно удачно, это все равно большие потери. Ну, понятное дело, что Россия будет огрызаться, стрелять. Как раз тут и стоит вопрос об авиации, для того, чтобы подавить эту артиллерию. Да, авиации, в том числе ЗРК, по ЗРК, в том числе системы, они тоже продолжают передавать. Ну, вот давайте допустим, допустим, военное поражение России в Украине, да, но ведь это еще не решение проблемы Российской империи как угрозы, да, для всего мира. И что тогда делать дальше с Россией? Как вы считаете, то есть нужно ее как-то изолировать от всего мира и продолжать строить эту стену, душить санкциями и ждать революции гражданской войны? Ну, это вообще политические вопросы. Поэтому он у нас в финале. Я, слава Богу, не эксперт, но могу сказать просто свое как бы личное... Тогда к вам как к военному эксперту. Военное решение проблемы России рассматривается сейчас в мире кем-то? А не то, что рассматривается, у НАТО и у Запада есть, так называться, в столе, планы готовы на случай, если Россия наносит ядерные удары, например, как ответить сразу или нанести удары по территории России? То есть такие планы есть. Они были со времен Советского Союза еще. Это не то, что вот боже упасим или знают, что делать. Там есть алгоритмы. Они просто этого не хотят. Ну, понятно, почему они не хотят. Вот. Но такое есть. И можно быть уверены, что если все-таки Россия в той или иной степени как-то задействует вот оружие массового поражения, то реакция Запада будет моментальной и максимально разрушительной. Они же не просто так перекидывают войска в Европу. Как раз это было связано с тем, чтобы это не закручивалось дальше. Потому что вот этот конфликт с использованием таких вот оружий массового поражения в длительной перспективе может привести к глобальным каким-то очень нехорошим вещам. Максимально быстро как раз уничтожить, занять территорию и так далее. Я допускаю, что такое может быть. Так все говорят о мировой войне. Кстати, Нидор Сорос об этом тоже сказал, что распереживался, что вот такое может быть. Все эти заявления, которые не со стороны России, когда Россия об этом говорит, она пугает и блефует, понятно. Но когда говорят об этом на Западе, говорят люди непоследнего эшелона, они же как раз именно от этого и отталкиваются, что могут произойти какая-то череда событий, цепочка каких-то событий, которая вынудит, не вынудит, а не оставит у Запада никаких еще вариантов, кроме как военным путем действовать. Ну, Запад, и НАТО и США. Ну вот, кстати, здесь можно вернуться к вопросу о Крыме, потому что, поскольку Россия рассматривает Крым как свою территорию, возвращение на территорию Крыма вооруженных сил Украины она будет считать вторжением на свою территорию. И тогда как раз вероятность применения ядерного оружия, как считают многие военные эксперты, она резко возрастает. Как вы считаете? Я напомню, что военные эксперты говорили, что какие-нибудь бандировки в Болгородской области или территории России или терроризм, взрывы, это тоже будет красная черта. Ну, в России постоянно пускают поезда под откос, какие-то вертолеты непонятные летают, никто не знает, к чьи они, что-то бомбят нефтебазы, военкоматы поджигают, ну, и где, и что. Есть большие основания полагать, что Россия вообще очень глобально блефует на всех уровнях, то есть, нет, очевидно, ядерное оружие у них есть, то есть, понятно, что ядерное оружие это не блеф, но вот именно возможности удара такого, о котором говорят, что там сразу по всем столицам мира полетит, есть большие сомнения. Понятно, что никто не хочет проверять, то есть, если вы уверены, что у хулигана на улице у него нет пистолета, вы уверены на 90%, вы все равно не захотите проверять эти 10%, если он его пистолет или нет. Вы смеетесь на них считать, что он дурачок где-то во дворе и такой вот дурак со двора, но все равно вы не захотите. Но у вас может быть план на случай, если этот дурак полезет к вам. Ну, именно так очень жестко и радикально ответить. Вот, ведь при этом все остальные же на чеку. Все остальные на чеку, все остальные понимают, ждут, говорят об этом ядерном ударе. И это практически все страны, по крайней мере Запад. Почему, ну просто, это простая логика, почему если Америка и НАТО, подчеркивая постоянно, то есть, постоянно подчеркивая, они не будут воевать в Украине, перебрасывают большие силы, войска в Европу? Зачем? Если они будут воевать в Украине? И если они понимают, что в России нет сил сейчас куда-то наступать, ну то есть, они в Украине вот еле-еле вон по километру в две недели продвигаются, то очевидно, что они ни Польшу не захватят, ни так далее. Зачем эти силы перебрасываются? Как раз на случай, вот когда произойдет эскалация мирового масштаба, моментально сразу среагировать, а не найтися в ситуации, что у нас прилетели ядерные бомбы по Польше или там по Румынии, допустим, и вы думаете, как сейчас перебрасывать войска из США в Европу? У нас хоть они уже были тут. Что ж, Игорь, спасибо вам огромное за вашу аналитику, за ваше мнение и за вашу деятельность в Телеграме. Мы также используем ваш контент новостной для своего контента. Спасибо вам, да, за ваш Телеграм-канал Ресентимент. Мы всех призываем на него подписаться, читать, там очень много полезной информации. Обязательно подписывайтесь. Ну, а мы вам напомним, что с нами на связи был офицер армии обороны Израиля, военный эксперт и еще раз автор Телеграм-канала Ресентимент Игорь Левин. Игорь, мы благодарим вас и надеемся на скорейшую нашу встречу в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова